мы такую делали несколько лет назад поставляли ее вместе с и веками вот прицеп цистерна под гсм в данном случае конструктив примерно тот же самый только она тоже под гсм только ее сделали синенькая же видишь первые мы собирали я помню на мазовских осях на базе мазовского прицепа собирали но вот здесь уже полностью наша конструкция сзади балансир без реактивных тяг фула ну и впереди тоже фула абрессорная подвеска двускатные шины бескамерные судя по всему бочка под тяжелый тягач но для скорее всего все-таки до таких дорог уже ну шоссейных либо грунтовых где которые но значит я вижу что здесь видишь как сделано чтобы дышло не упала чтобы легче было зацепить вот здесь механизм такой сделан ну мне кажется наши что-то с тросом перемудрили то есть вот это вот цепляется вот сюда и можно путем ну прокручивание регулировать высоту подъема опускания дышло сзади машина осторожно для того чтобы попасть вот тягач чтобы легко было зацепиться зайти в зацепление с тягачом потому что водитель один же будет сдавать ему надо чтобы кто-то дышло придерживал и в этот же момент тут будет сдавать машины а другие у нас есть какие то же дышло там есть вариант с пружиной да ну там где дышло полегче там есть вариант с пружиной здесь дышло тяжелая потому что здесь бочка у нас я так полагаю кубов 20 не меньше а то и больше да и соответственно для того чтобы такой прицеп тяжелый таскать здесь усиленная тяжелая дышно то есть его водитель просто так он его не поднимет вот я сейчас ну то есть тут это вот видишь оно тяжело очень то есть ну надо рваться можно соответственно сделано вот такая вот штука ну тут правда конечно я не знаю наверно с тросом перемудрили это больше наверно к нашим конструкторам вопрос зачем здесь такой толщины трос то есть этот трос выдержит несколько тонн даже наверное десятков тонн вышло весит но килограмм 100 но весит может быть 150 ну пусть здесь хватило бы троса потоньше я просто к тому что такой трос будет вот он здесь видишь уже намотан ненормально его будет тяжело намотать да нет я думаю что просто не было другого троса к сожалению возможно такой расклад возможно слушай нам все спрашивают подписчики почему мы не снимаем мы же снимали 100 снимали выкладывать не разрешает ну ты представляешь это же для чего прицепы для перевозки не рассказывать но чем это для это альтернатива альтернативная энергия скажем так прицепы будут использоваться для перевозки составляющих компонентов для альтернативной энергии видишь если все узнают что есть такая альтернативная энергия все же начнут пользоваться это альтернативной энергии да и в результате так сказать видимо не все заинтересованы чтобы пользовались нам поэтому запрещают это рассказывать бочка 20 кубов вот максимальная вся масса 27 тонн максимальная масса всего прицепа вместе с емкостью из жидкости провода а чё правда за провода а чё за провода тут а подогрев проверяя подогрев чего она утепленная она термос елки по хочу не сказала а я даже не я не понял что этот термос подожди она если огнеопасно зачем там термос и еще электричеством греть а это наверное показывать нельзя ну как не опасную бочку греть внутри электричество очень интересно это вообще загадочная бочка ольга я думаю нельзя рассказывать про них но это какие-то технологии особенные ты понимаешь чё там такое будет будут возить огня под литвей наверно будут возить теплые его же теплым пью здесь чтобы прогреть такую емкость электричеством это надо сколько киловатта сюда это ну не каждая электропроводка справится поэтому я затрудняюсь ответить а у тебя есть подсказка как это мы ключи ищем да у нас квест мы с тобой по базе ходим а когда у нас вопросы возникают мы значит электроподогрев цистерны кабелем от внешнего источника питания термос то есть бочка термос и от внешнего источника это чё получается это типа греющего кабеля намотана на внутреннюю оболочку что загадка для меня не знаю я не знаю что надо греть давай вопрос подписчика мы давно уже не задавали подписчикам вопрос они наверно уже скучать начали что мы им вопрос они задаем они нам анекдоты не присылаю на канал урал спецтранс не забывайте делитесь нашим видео своими друзьями есть у нас ссылки везде есть ссылки